Я благодарю вас, господин председатель. Российская Федерация серьезно обеспокоена эскалацией ситуации на Украине. Города Юго-Востока подвергаются многодневным неизбирательным обстрелам из тяжелых вооружений, в результате которых жертвы среди мирных жителей пошли на сотни. Мы решительно осуждаем такие действия в отношении гражданского населения. Соболезнуем всем, кто пострадал, независимо от того, в каком городе или поселке произошла трагедия. С начала января вооруженные силы Украины ведут практически беспрерывный огонь по крупнейшему городу Донбасса – Донецку. Только за последнюю неделю погибли по крайней мере 27 мирных жителей. 71 человек получил ранения, разрушены 105 жилых домов, 3 больницы, 2 детских сада и 3 школы. Всего же в городе разрушено 2367 жилых домов. Ожесточенным обстрелом подвергается город Горловка. И об этом почему-то совсем не пишут западные средства массовой информации, не говорят в этом зале наши западные коллеги по совету и представитель киевских властей. Прошедшая неделя стала для Горловки самой тяжелой с лета. Погибло 107 человек, из них 9 детей. 317 получили ранения. Пострадали здания больниц, повреждены более 15 школ, десяток дошкольных учреждений. В результате артиллерийских обстрелов города Стаханов в Луганской области ракетными системами залпового огня «Ураган» 21 января погибли около 10 мирных жителей. Это далеко не полный список находящихся под контролем ополчения городов, в которых ежедневно гибнут мирные люди. При этом информационный фон последних дней сфокусирован вокруг двух инцидентов. Обстрелов автобуса Волновахи и жилого квартала Мариуполя. Понятно почему. Оба города контролируются киевскими силовиками. Схожая трагедия в Донецке, когда была обстреляна транспортная остановка, не сопровождалась ни травмными маршами в Киеве, ни созывом срочных заседаний Совета Безопасности. Не удостоилась она даже отдельного заявления генерального секретаря ООН. Разве в контролируемых провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками городах живут люди второго сорта? Невозможно не обратить внимание на то, что трагедии последних дней по традиции используются Киевом для нагнетания истерии. Обвинения в адрес ополченцев выдвигаются моментально после произошедшего. Такое впечатление, будто они заготовлены загодя. Из Киева сразу же идут неизменные призывы к западным столицам о финансовой и военной помощи, а также требования оказать давление на Россию. Однако, как только пропагандистский номер отработан, интерес к раскручиванию сюжета и расследованию резко падает. Тем более, что вскрывающаяся спустя некоторое время после резонансных инцидентов информация иногда полностью расходится с брошенной сразу после них. Именно поэтому мы призываем к тщательному объективному расследованию январских трагедий в Волновахе, Донецке, Мариуполе, а также трагедии, которые были ранее, в том числе на Майдане, в Одессе, в том же Мариуполе. Господин председатель, в субботу членам Совета не удалось согласовать заявление для прессы в связи с трагическими событиями в Мариуполе. Необходимость его принятия была для нас очевидна так же, как и в случаях с Волновахой и Донецком. И мы были готовы поддержать аналогичный текст. Почему же не получилось на этот раз? Ответ прост. Делегации Соединенных Штатов, Великобритании и Литвы до конца настаивали на включении в текст осуждения одного, вырванного из контекста последних событий, да и всего украинского кризиса, высказывания лидера провозглашенной Донецкой Народной Республики. Эта тема активно муссируется на сегодняшнем заседании. А какова полная картина происходящего? Во-первых, лидеры ополчения делали позавчера различные заявления. Их нельзя цитировать селективно или вырывать из контекста. Во-вторых, мы никогда не слышали от наших западных коллег слов осуждения в адрес руководителей Украины, которые не стесняются ни в выражениях, ни в действиях. Звучат угрозы, что Донбассу дадут по зубам, вернут его силы и будут украинизировать. Что населению надо готовиться к большой континентальной войне, которой нет альтернативы. Около недели назад никто иной, как президент Украины Порошенко, публично объявил о возобновлении боевых действий. Это было сделано через пару дней после встречи в Берлине министров иностранных дел Германии, России, Украины и Франции, на котором была поддержана идея о срочном начале отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения, зафиксированной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года. Стоит также напомнить коллегам, что российские проекты документов Совета Безопасности по очень важным темам о прекращении кровопролития по гуманитарной ситуации в Донбассе неоднократно срывались. Чего стоит заблокированное Литвой и Соединенными Штатами заявление для прессы в поддержку минских договоренностей, которые мы внесли сразу после их обнародования 22 сентября. После обстрела остановки в Донбассе, в Донецке, который явно был совершен силами украинской армии, мы целый день оббивали неконструктивные поправки ряда делегаций. И лишь под нашим сильным нажимом удалось в конце дня согласовать этот текст. Отмечу, что в случае с Волновахой мы в течение одной минуты согласились с тем текстом, который предложили авторы этого заявления. Прискорбно то, что наши западные коллеги на протяжении всего конфликта только и заняты тем, что обвиняют ополченцев во всех мыслимых и немыслимых преступлениях, полностью покрывая при этом киевские власти. Мы не видели ни одной честной попытки конструктивно обсудить истинные причины внутриукраинского кризиса и попытаться нащупать выход из сложившейся ситуации. Обострение положения на Донбассе стало следствием последовательного уклонения Киевом от прямого диалога с Донецком и Луганском по практическому выполнению минских договоренностей. Весь период сентября прошлого года мы наблюдали предпринимаемые украинским руководством шаги по укреплению военных позиций на Юго-Востоке. К линии соприкосновения стягивались силы и средства, включая тяжелые вооружения, объявлялись новые волны мобилизации, на военных заводах размещались новые оборонные заказы. Параллельно с этим вместо мер по экономическому восстановлению Донбасса велась политика удушения неподконтрольных областей. Людей лишили сначала денег, перестав платить пенсии, социальные пособия, а затем ввели и транспортно-гуманитарную блокаду. Киев все это время готовился к войне и не скрывал этого. Господин председатель, история не терпит сослагательного наклонения, но все могло бы пойти по-иному, если бы в срок бы выполнен Минский меморандум о прекращении огня и разводе тяжелых вооружений, включая передачу Донецкого аэропорта ополченцам, как это было предусмотрено меморандумом. Но у витка конфронтации удалось бы избежать, если бы украинские власти приняли предложение президента России Владимира Путина от 15 января о срочном отводе тяжелых вооружений. Очевидно, что мир в Донбассе не нужен в первую очередь партии войны в Киеве. Официальный Киев саботирует проведение очередного засетания контактной группы в Минске, безосновательно обуславливая его обеспечение высокого уровня от ополченцев. Главное сейчас провести эту встречу, а не спорить по вопросу уровня участников. Мы в меру возможностей стараемся способствовать намеченным на ближайшие дни определенным контактам. Будем и дальше побуждать стороны к прямому диалогу, как мы это делали на всем протяжении внутриукраинского кризиса. В этой связи обращаемся к представителям государств, имеющих влияние на украинское руководство, особенно к Вашингтону. Прекратите во всем потакать украинским ястребом, покрывать их бесчеловечные деяния, наузкивать их на военное решение конфликта. Единственное, к чему это может привести, к еще большей катастрофе, еще к одному очагу напряженности в Европе. Все ответственные члены международного сообщества должны добиваться от Киева не слов, а действий в интересах запуска полноценного процесса политического регулирования. До тех пор, пока Киевская партия войны не поймет, что силой конфликт не решить, что система залпового огня, тактические ракеты, фосфорные и кассетные боеприпасы, новые мобилизации ей не помогут, такие рецидивы будут происходить снова и снова. Киевскую власть необходимо срочно заставить сесть за стол переговоров с ополченцами. Главное, это чтобы все понимали, что реальные результаты могут быть достигнуты исключительно через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском, от которого пока украинские власти всячески уклоняются, явно взяв курс на силовое подавление Юго-Востока. Без инклюзивного прямого политического диалога, в рамках которого должны быть обсуждены параметры конституционной реформы, как того требуют Женевское заявление и Минские договоренности, национального примирения на Украине и устойчивого регулирования на ее Юго-Востоке не будет. Я благодарю вас, господин председатель. Я благодарю представителя Российской Федерации за его выступление, а сейчас слово предоставляется представителю Соединенного Королевства. Спасибо.